Ну вот, свершилось. Как в песне поется, все мне ясно стало теперь. И не только мне, всем все стало ясно теперь. Раньше было все же не до конца. Вот, например, 22 апреля, скоро уже. Не все понимали, почему и за что они должны идти голосовать. А теперь ясно, и почему, и за что. Но главное, за кого? В нашей стране это всегда самое главное. За кого? За красных или за белых? За Спартак или за ЦСКА? За Путина или... Вот главное в этом союзе. Про Били думать даже не хочется. Причем, как это ни странно, ни тем, кто за Путина, ни даже тем, кто против. Ну, допустим, допустим, вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело. Вот какие мысли были у меня в голове несколько часов назад, когда я смотрел прямую трансляцию с Госдумы. А какие были у моего коллеги Константина Панюшкина, он сам и расскажет. День второго чтения законопроекта о конституционных поправках начался с того, что выяснилось, не все предложения депутатов рассмотрены. Так что новое озвучиваются прямо здесь и сейчас. Единоросс Александр Карелин предлагает досрочный выбор Госдумы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выбирать президента в будущем надо не на выборах, а решением Госсовета. Последний берет слово Валентина Терешкова. Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года. И понимаю почему. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них. И на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Ну а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем мы ничего не предопределяем заранее. Я, да и вы тоже, никто другой не знаем, что будет в 2024 году. Какова будет ситуация? Потребуется ли в принципе воспользоваться этой возможностью? Тем более, я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но что я точно знаю, так это само наличие такой возможности для действующего президента. Учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований. Это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру. То есть предложены две поправки. Либо убрать из Конституции число президентских сроков, либо дать действующему президенту переизбраться. Предложения касаются Путина лично. Для консультации с партиями и Кремлем объявляется перерыв. Объявляется перерыв. Через 30 минут просьба руководителей фракции собраться в Ореховом зале. Спустя полтора часа Путин с увесистой желтой папкой документов на охотном ряду. Президент решил лично разъяснить свою позицию по новым поправкам. Поддержите Терешкову! Я сейчас все скажу. Было правильно обсудить этот вопрос с президентом, что было сделано. Но и в ходе обсуждения президент сам принял решение приехать. Ему депутаты благодарны за это. Потому что это не просто уважение к парламенту. Это, если хотите, прямой разговор, открытый. Выступление Путина готовилось в такие короткие сроки, что детали протокола президент и спикер Думы решают на ходу. В зале 428 депутатов, отсутствует 22. Таким образом, форум есть. Работа над поправками ведется со дня послания Федеральному собранию 15 января. Президент благодарит всех, кто принимает в этом участие. Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан. А значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом, создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу. Поправки в основной закон отвечают вызовам нового времени. Пользуясь случаем, Путин высказывается и по актуальным проблемам. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел. И цены на нефть пляшут и прыгают. А вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать уверенно, абсолютно. Мы этот период пройдем. Пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться. И важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. А пока желающих воспользоваться моментами слабости России немало, считает президент. Есть и те, кто хотел бы сдержать Россию. И для этого готов использовать любую возможность. Собственно, политика сдерживания давно применяется. Это мы с вами хорошо знаем. И те, кто это делают, говорят об этом открыто, не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку или подсказнемся. Потеряем ориентиры или еще того хуже. По грязням во внутренних распорях, которые подчас и подгреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов. Это счетная позиция. Укрепление требует внутриполитическая стабильность, межнациональное согласие, социально-экономическое развитие. Многое еще пока, ну что называется, сделано, как в народе говорят, на живую нитку. Вот почему так важно, кто у руля. А именно институт президентской власти. Ведь именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще по-другому, является гарантом безопасности нашего государства. Его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революции. Мы, Россия, свой план по революциям выполнила. Запрос на оценку поправок Путиным лично существует давно. Например, что касается расширения полномочий Госдумы. И тем более нового предложения досрочного переизбрания депутатов. Президент прямо не исключает такого сценария и все же считает решение преждевременно. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах государственной должности. Поправка уже отозвана. Теперь, что касается возможных изменений в институт президентской власти. Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация в экономике, я уже только что об этом сказал, не только в экономике, в сфере безопасности, лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего это необходимо для стабильности. Например, парламентская республика, по мнению Путина, для нашей страны пока неприемлема. Нету многовековой партийной культуры, да и потенциальные противоречия парламентариев могут быть разрушительны для страны. Ну а, скажем, наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез, Совет Безопасности, или госсовет, тем более напрямую народом неизбираемых, наделение их какими-то, какими бы то ни было, полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно, неприемлемо. Более того, опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией. А во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества. Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан. Давайте не будем этого делать. Также Путин против продления своих полномочий президента в рамках общероссийского голосования по поправкам. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, без альтернативных выборов. А это, на мой взгляд, так же неверно. Не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, на любых, а на выборах главы государства, альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными. А идея убрать из основного закона страны ограничение количества президентских сроков не отвечает целям внесения поправок, считает Путин. Когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, обходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому что, считаю, все-таки нецелесообразно убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Теперь без комментариев президента оставалась одна поправка. Предложение Валентины Терешковой дать действующему главе государства возможность переизбраться с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции. Голосованием Нижней палаты парламента новая поправка приобщена к туговому пакету изменений в основной закон. Впереди третье чтение рассмотрения поправок Советом и региональными парламентами, следом оценка Конституционным судом, как и потребовал Путин. Ну а окончательно судьбу изменений в Конституцию определяют граждане на общероссийском голосовании. Константин Панюшкин, Павел Лихолетов, Виктор Головин, Кирилл Зотов, Сергей Нащекин. Первый канал.